Группа «Ранетки» навсегда в сердечках у подростков нулевых. Их звонки и песни были написаны про молодёжь того времени, каждый мог найти в их творчестве что-то про себя. А уж как все бежали домой смотреть сериал, что стало с участницами группы спустя года. Женя Огурцова Во времена популярности группы Женя была, пожалуй, самой непопулярной участницей «Ранеток». Однако после заставила поклонников хорошенько поволноваться, судьба её сложилась непросто. В 2023 году бывшая участница группы «Ранетки» опубликовала книгу под названием «Счастливый билет в ад», которая искренне рассказала о скрытых сторонах популярности коллектива. У неё есть сын от первого брака по имени Марк, а также дочь от второго брака, Ева, у которой диагностировали редкое генетическое заболевание. Первый брак был очень трудным, особенно его разрыв. Первый муж ушёл в самый тяжёлый момент, сыну была необходима операция на сердце, а сама артистка из-за дистрофии сетчатки столкнулась с угрозой потери зрения на один глаз. В результате они наладили общение ради ребёнка. В 2023 году звезда также приобрела четырехкомнатную квартиру в Москве. Аня Руднева. Летом 2023 года экс-участница группы «Ранетки» сообщила журналистам о своём решении развестись со вторым мужем. Кроме того, у неё уже был опыт развода с коллегой по сериалу Павлом Сердюком. У Рудневой двое детей, дочь Софья от первого брака и сын Тимофей от второго. Хотя она больше не выступает на сцене, она занимается обучением детей музыке и вокалу. Наташа Щелкова. Наташа Щелкова вышла замуж за возрастного продюсера группы Сергея Мельниченко, ещё в юном возрасте, и родила ему троих детей. Многие тогда не поняли её поступка. Некоторое время о ней вообще ничего не было известно. Она не участвовала в интервью и всячески прятала от камер жизнь своей семьи. Но в прошлом году Наташа начала активно публиковать в социальных сетях ролики с новой песней. Текст композиции был довольно провокационным, а её новый образ вызывающим и откровенным. К сожалению, пока Наташе не удалось вернуть себе прежнюю популярность среди поклонников. Нюта. Анна Байдавлетова присоединилась к группе «Ранетки», как последняя участница, заменяя одну из ушедших. После завершения сериала и спада популярности коллектива, Нюта попыталась начать сольную карьеру и даже добилась определенных успехов. В течение года сотрудничала с продюсерским центром Максима Фадеева. Она также завела YouTube-канал и набрала довольно большую аудиторию. Однако её новые треки не прижились. В настоящее время она продолжает искать своё место в музыкальной индустрии. Лера Козлова. Лера привлекала внимание во время пиковой популярности коллектива благодаря своему сильному голосу, который звучал прекрасно в таких хитах, как «Маронетки», «Зима» и многих других. Позже Лера выросла, и интерес к её вокальным способностям поутих. Её голос стал немного шероховатым, и, к сожалению, это все, на что она может рассчитывать в музыкальном плане. В прошлом году Лера объявила, что устала от постоянных гастролей. Из-за любимого Козлова переехала в Крым. Пара приобрела земельный участок, на котором влюблённая планирует построить дом. Лера открыто признается, что мечтает о детях. Лена Третьякова. В сериале «Ронетки» её героиня крутила роман со взрослым учителем, а в реальности судьба Лены сложилась ещё круче. С музыкой Третьякова не стала продолжать, сейчас она работает клиническим психологом. За последние годы она существенно изменила свой образ. Недавно Лена уехала из России и переехала в Аргентину, вместе с ней поехала её подруга Диана. Позднее Третьякова объявила в социальных сетях, что они поженились. Летом прошлого года Елена объявила, что стала матерью. Недавно родился второй ребёнок.